Горянов О весенней сессии Госдумы, которая недавно завершилась, и о самых резонансных законопроектах, которые прозвучали в ходе этой сессии. Виктор Фридрихович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы начать, вы знаете, с общего, с экономики Российской Федерации. Вот, например, сегодня пришла новость, что Минтруда подтвердила заморозку пенсии в 2015 году. До этого приходили новости о возможном повышении налогов, в частности НДС и НДФЛ. И как вам кажется, это не является ли знаком того, что в российской экономике и у российского бюджета, в бюджетах Российской Федерации, как-то деньги стремительно заканчиваются? Ну, я бы не стал так негативно относиться к тому, что вы услышали. На самом деле, действительно, Минтруда это только подтвердил. Ну, вообще, политика российской в области налогов, в области бюджетного планирования, она всегда была очень осторожной. Естественно, углеродоводородозависимые. И с учетом вообще всех колебаний сегодня экономических и в большей степени даже политических, эта политика должна быть, я имею в виду, бюджетная политика должна быть еще более осторожной. Если мы говорим глобально об экономике, никто же никогда не утверждал даже самые рьяные поборники экономического развития в России, что экономика у нас развивается так, как мы хотим, что она развивается интенсивно, что она развивается по правильным направлениям. В экономике масса проблем, экономика, как я уже сказал, она зависимая. У нас достаточно слабо работает, на мой взгляд, или вообще не работает то, что я считаю основополагающим для такого большого государства, и с разнообразием того, что можно в нем делать, не работает кластерная экономика. Это очень важно. У нас крайне слабо развивается региональный бизнес, что является проблемой именно регионов, как ни странно, не федерального центра. Абсолютно верно. У нас есть такая понятие, что бюджетная федерализация, все деньги сконцентрируются в Москве, а регионам они отдаются бюджетными трансфертами. Но я не об этом. Вы в прошлом бизнесмен, и очень хорошо понимаете, что такое налоги для предпринимателей. Если они будут повышены, а реальность и возможность этого появилась снова, вообще это правильная политика или нет? В трудное время для бизнеса, и так трудно, еще повышать налоги. Ну, если вы внимательно следили за тем, что происходило в конце прошлой сессии, немножечко затронуло начало этой сессии, то как раз некоторые огрехи, мягко говоря, избыточной налоговой политики нам удалось не то что согласовать с правительством, а убедить правительство, что они были неправы. О чем именно вы говорите? Мы говорим о едином социальном налоге, это вот то, что у нас было. Мы говорим о налогах на индивидуальных предпринимателей, мы говорим о той части налогов, о страховых выплатах. Это то, что у нас было в конце еще той сессии. И действительно, мы, как нам показалось, вначале, может быть, достаточно жестко отреагировали на позицию правительства. Но, знаете, правительство нами согласилось. Но это, на самом деле, капля в море, исходя из того, что можно сейчас сделать с точки зрения налогообложения, снижение налогообложения для предпринимателей. Это действительно проблема. Если мы говорим о глобальной проблеме российской экономики с точки зрения налогообложения, у нас те структуры, которые отвечают за развитие бизнеса, если мы говорим об исполнительной власти, о структурах правительства, они всегда, зачастую редко, очень мыслят на много лет вперед. Поэтому сегодня все мыслят из расчета сроков окупаемости. Вот знаете, как в бизнесе срок окупаемости, мы заговорили о бизнесе, если есть срок окупаемости средний 8-10 лет того или иного бизнеса, вот так же и рассматривается налогообложение. То есть никто не рассматривает то, что сегодня, снизив налоги, через 15 лет это даст эффект в 4 раза выше, чем сейчас. Все смотрят, а как бы нам правильно прожить вот эти 8 лет? Вот в чем вопрос, если мы говорим об этом. И вот, наверное, эту психологию надо менять, но, естественно, локомотив в любой стране – это малый и средний бизнес. Если мы будем его ставить в кризисные условия, нам, конечно, очень сложно будет идти дальше. Хотя вот я, наверное, сейчас выскажу некую крамольную мысль вообще о бизнесе и вообще об экономике в России. Я пару раз об этом заикался и сразу хочу вас предупредить, я не сторонник олигархического капитализма, я не сторонник сырьевой модели экономики, потому что меня могут в этом, допустим, заподозрить. Но я, к сожалению, считаю, что вкладывать деньги туда, где мы отстали на много лет, а во многих секторах уже и навсегда, наверное, не надо. И вот в этом не совсем правильно то, что мы пытаемся сейчас сбалансированно развивать все секторы экономики. Где мы уже безнадежно отстали, надо об этом забыть. А вот наша сырьевая экономика, наши, так сказать, основные бюджетные поступления, можно сколько угодно хаять, и во многом это правильно, и нападать, и, в общем-то, справедливо критиковать наших сырьевых магнатов и наших компаний, государственные ли они, с государственным участием, или они частные. Но это то, что нам приносится и приносит сегодня большие деньги, и основные деньги в бюджет, и приносили бы гораздо больше, если бы эта экономика была модернизирована. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, вы все-таки за повышение вот уже в ближайшее время НДС и НДФО, или вы против повышения? Я не считаю... Ну, это вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы я вам высказал свою экспертную оценку. Это не совсем компетенция нашего комитета экономического, это, в общем-то, в большей степени бюджетный планирование. Я категорически против любых видов повышения налогов сегодня на бизнес. То есть вот сегодня нагрузка на бизнес, она выше максимальной. Хорошо. Давайте поговорим про тогда инициативу непосредственно вашего комитета. Да и что говорить уж, в общем, частично ваш на днях. Ваш комитет провел через Госдуму проект об горных зонах в Крыму и в Сочи, которые, насколько я понимаю, в общем, дают преференции Крыму, и ставят в неудобное положение уже существующие горные зоны, в частности, те, которые уже были сделаны в Краснодарском крае. Туда вложены огромные деньги, теперь им снова нужно строить в Крыму. Зачем это сделано? В чем смысл делать заново? Тем более, что тот проект, я имею в виду, Егор Знак, не очень-то получился. Абсолютно правильно. Ну, вообще, мы в основном весеннюю сессию занимались проблемами Крыма. Вам пришлось? Да. Это же было неожиданно, если для вас, правда? Да. Вот, в общем-то, может быть, нечастный случай, когда этому пришлось сделать с удовольствием. И, в общем-то, то, что сегодня законодательно Крым защищен, в этом маленькая заслуга все-таки депутатов тоже есть. Но сейчас вопрос не в этом, вопрос в игорных зонах. Если мы говорим, в общем, что такое игорные зоны в России, почему они не работают, ну, здесь все на поверхности. Создавались они теоретически правильно. То есть, они не просто выбирались какой-то точкой на карте, они выбирались именно под то, что туда поедет турист. Но они поехали практически в теории хорошо, на практике не вышло. Да, турист, потому что там, в принципе, должно быть интересно. Как Приморский край, как Алтай. То есть, там интересно должно быть для туристов. Но строить в чистом поле игровые зоны, не озаботясь о том, чтобы построить изначально туристическую инфраструктуру, это была ошибка, которая сегодня показывает, что никто туда не поедет просто ради того, чтобы поиграть в казино. Потому что можно сесть на самолет, через час быть в Минске, где все замечательно, все отлажено и все работает. Но в Крым поедут? А что делать с деньгами? Это уже вложено, имеется в виду. То есть, в Крым поедут почему? Потому что я думаю, что в Крыму будет все рационально, рациональней уже исходя из тех ошибок, которые были допущены в других игровых зонах, и исходя из того, что Крым все-таки так и так, как туристическая инфраструктура, развиваться будет. И туда будут складываться деньги, и будут преференции именно тем, кто будет развивать туризм. Поэтому, конечно, в Крым играть поедут. Создаст ли это конкуренцию? Если этих зон будет пять, они будут работать, Крым будет шестая, седьмая будет в Сочи. Это не конкуренция. То есть, желающих у нас поиграть, даже по тем минимальным аналитическим подсчетам, которые сейчас делаются, что то количество, которое у нас сыграло в основных мегаполисах, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, если эти люди будут играть по этим семи зонам, там на всех хватит места. Другой зон никогда не будет. Я вас понял. Хорошо. Смотрите, обсуждая этот законопроект, вы сейчас сказали, что на сегодняшний день есть все предпосилки для того, чтобы сделать Крымский регион донором, но он не был даже в Украине донором или на Украине, как кому угодно. За счет каких ресурсов можно сделать этот регион донором? Ну, во-первых, когда мы говорим об горных зонах, в Крыму были значительные поступления бюджетные, тогда, когда в Крыму были горные зоны. То есть, она была в 2009 году закрыта. По политическим соображениям, по внутрикламам. И тогда вы хотите сказать, что это был регион донором? По-моему, нет. Да на Украине не было вообще регионов доноров. Украина, как структура экономическая, она была мертвой уже изначально, потому что Украина работала чуть-чуть на экспорт, и чуть-чуть обеспечивая внутри себя, в основном сельским хозяйством, и какими-то небольшими локальными... Давайте не будем в целом по Украине, давайте про Крыму. Поэтому мы сейчас возвращаемся к Крыму, да? То есть, мы сейчас говорим о том, что в Крыму сегодня есть уже те виды бизнеса, которые, если вывести из тени, а их всего три. Это, в первую очередь, туризм, который был замечательный, и он остается замечательным, если еще не укладывать деньги, только 70% этого бизнеса было в тени. Здесь, конечно, если мы говорим об экономике, то надо переходить на патентную систему, с которой мы бьемся уже, за которой мы бьемся уже. Это не первый год. Второй пункт, это игорная зона, которая при правильном построении, конечно, и при развитии туристического кластера будет давать очень серьезное поступление в бюджет. По самым скромным оценкам, это даст до 25% всех бюджетных поступлений в Крыму. Это много. Третий под виноделие. То виноделие, которое, опять же, в Крыму во многом лучше с точки зрения качества, и просто оно было убито. Очень интересно. Вы как раз являетесь автором законопроекта об отмене акцизов. Я правильно понимаю, на производителя российского вина, я правильно понимаю, что это вот такой мера государственного протекционизма крымских производителей вин? Ну, не совсем правильно вы говорите. То есть, никто сегодня не говорит об отмене акцизов. Сегодня говорится о том, что идет некое перетекание акцизов составляющей из нулевой ставки, возможно, нулевой ставки для российских производителей, у тех, у которых есть собственные виноградники, то есть, которые выращивают виноград в России, в те напитки, которые являются не очень качественными, так называемые винные напитки. То есть, здесь в данном случае теория сообщающих сосудов ничего не исчезает. Но, во-первых, это предложение, которое еще до сегодняшнего дня рассматривается Минфином, и которое еще не вступило в жизнь, и непонятно, в каком виде она вступит. То, что, когда вы говорите о моем авторстве, как раз я говорил в целом о преференциях для производителей из российского винограда, куда в первую голову сейчас попадает Крым, и это связано не столько с налоговой составляющей, как просто с облегчением работы этим предприятиям, вообще с возможностью их конкурентоспособности, которые сегодня нет. А сейчас эта продукция не является конкурентоспособностью? Нет, это касается не только крымчан, это касается всей продукции из российского винограда, просто по очень многим причинам. Но основная причина, что вино и виноград до сегодняшнего дня это не было сельхозпродуктом, то есть на него не распространялись ни субсидии, ни дотации, как на других сельскохозпроизводителей. Там была масса других нюансов, связанных с тем, что вино просто не будет. Это долгий разговор. Но на самом деле этот законопроект принят в первом чтении, он обязательно будет принят в втором, третьем чтении сразу в сентябре. И на самом деле он абсолютно позитивно обостренит всеми, даже абсолютно трезвой частью сообщества. Отлично. Значит, пить вино будем крымское. Наверное, если уж пить, то, наверное, если оно будет не хуже по качеству, почему бы не поддержать отечественному производителю, если оно не будет хуже по качеству. И телевизор будем смотреть исключительно только российский. Видимо, я хотел бы перейти к другому законопроекту, страшному резонансному, который особенно важен для нашего телеканала, так называемой поправки к закону о рекламе. Запрет рекламы на платных телеканалах. Во-первых, мы все знаем, и я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что это один из самых быстрых законопроектов, который был принят в Государственной Думе. На прошлой неделе внесен в комитет и принят во втором, третьем чтении в пятницу. И, собственно говоря, он привел к тому, что основное его положение, в частности, которое касается для телеканала Дождь, законодатель, правда, законопроект внес не моего гостя, а справедливо рост Рептат Зотов, разделил понятие платного и бесплатного канала и запретил рекламу на платных каналах. Однако не объяснил, что же такое платный канал, а что же такое бесплатный канал. Может быть, Виктор, вы мне поясните, что значит такое платный телеканал? Потому что вот кого мы не спрашиваем, да? Понятно. Не все понимают, что такое... Андрей, вы, да я понял вас, вы, наверное, один из последних на телеканале Дождь, кому я не объяснял свою позицию по вообще всем этим рекламным блокам законопроектов и именно по тому, как я это вижу, да? И не секрет, что я активно... Да, вы голосовали против... Я активно выступал против... В первом чтении и проголосовали за втором. Соблюдаю партийную дисциплину. Мы это помним. Да, дело не в этом. Дело в том, что на самом деле... Мне очень интересно, как вы понимаете, что это бесплатно, а что бесплатно. Вот, на самом деле, да. Во-первых, мне не очень нравилась аргументация автора законопроекта. Ну, насчет поспешности, это в данном случае вопрос немножко не в тему, потому что мы действительно принимали все законопроекты, мы отложили все первые чтения, мы должны были принять до конца... А можно я вас сразу спрошу, зачем такая поспешность? Ведь же был шанс, чтобы доработать законопроект, подумать, пообщаться с первым чтением и оставить его на следующую сессию. Я думаю, что это вопрос внутри Государственной Думы, что мы принимали действительно все законопроекты второго и третьего чтения, не оставив их на осень. А если в нем есть какие-то серьезные замечания, то у нас завтра это будет или не будет ратифицировано Советная Федерация. Они завтра собираются на последнее заседание. Но я хочу напомнить вам и телезрителям, что в прошлый четверг вы пришли, собрав подписи депутата в Госдуму, для того, чтобы выставить на голосование в прошлую пятницу на комитет вопрос о голосовании, ну, собственно говоря, на пятницу. Зачем вы это сделали? Почему именно вы? Нет, мне даже понятно не об этом. Комитет был проведен только для того, чтобы... Поставить вопрос. Провести, нет, в первую очередь, провести поправки, которые шли принять или к отклонению к второму-третьему чтению. По поводу этого было голосование. И автоматически, когда эти поправки были подголосованы, мы вынесли его на второе-третье чтение. Здесь вопрос уже не комитет, комитет не голосует. Мы просто одни из тех, кто голосует, голосует в Государственную Я понимаю, да. Но ваша полномочия была в полномочии как комитета вынести на голосование в пятницу или перенести на синюю сессию. Но вы решили оставить. Почему внести, я вам уже сказал. То есть, поскольку мы не оставляли никаких законопроектов на второе-третье чтение. Но у меня были очень серьезные длительные дискуссии с руководством фракции. И с депутатами, как нашей фракции, так и оппозиционных фракций, по поводу, так сказать, в первую очередь тех, мягко говоря, несуразностей, которые есть в этих законопроектах. Я заручился поддержкой, в том числе и фракции, о том, что я внесу свои замечания, которые должны в ближайшее время попасть к президенту. И, причем не просто, так сказать, попасть, они будут объяснены с той точки зрения, как я это вижу. И после этого президент, если сочет нужд, отправит данный законопроект на доработку. Это обычная практика. Кстати, она не такая частая, но она есть. Объясните мне, а каким образом вы, депутат, голосовавший против этого законопроекта, оказался тем самым человеком, который должен был собирать все подписи у депутатов фракции и внести законопроект на комитет? Потому что я являюсь... Это выглядит как какое-то иезуитское наказание. С точки зрения фракции по отношению к депутату Завагильскому. Нет, нет, нет. Как раз, вы знаете... Какие повинности? На самом деле, мы с фракцией, с руководством фракции провели абсолютно конструктивный разговор, и никаких, так сказать, отбываний повинности не было. И более того, там, прилюдного моего высечения на площади тоже. То есть, я сказал, что я буду голосовать, несмотря на партийную дисциплину, только за, в том случае, если мои замечания будут услышаны. Я уверяю их, они будут услышаны у вас. Уверяю. Ну, сейчас разговор, давайте... А какие замечания и на каком этапе? Вот теперь разговор, собственно говоря, вот вы же немножко не с этого начали свой вопрос, а с того... Ну, процедурная. Процедура, понятно, да. Поэтому это было так интересно. Платные, платные и бесплатные каналы. То есть, вот моя, в общем-то, аргументация, как мне казалось, она была абсолютно справедлива в том смысле, что контраргументация касалась она того, что, ну вот, у нас эфирное телевидение, оно, в общем-то, навязываемое, потому что вы, ну, хотите, не хотите, вы все так, так, так смотрите или можете вообще не включать телевизор. А платные каналы, они, в принципе, не навязываемые, поэтому, если уж есть какие-то ограничения в рекламе, то они должны касаться, в первую очередь, эфирного телевидения. Это была моя аргументация. Что мне, на удивление, после этого говорили оппоненты? Причем, вы знаете, я вынужден был, несмотря на, не поймите меня неправильно, вопрос не в партийной дисциплине. А вот что мне говорили оппоненты, как потребители? Они мне говорили о чем? Что, вы знаете, ситуация немножко обратная. Что, и вот аргументацию, которую приводит автор законопроекта, что вот платные каналы берут двойные деньги, они берут деньги как абонентскую плату, и плюс к этому они берут как рекламу. Вот эта аргументация, на мой взгляд, очень слабая. А вот оппоненты говорят вот о чем. Что почему я, человек, который заплатил деньги на канале... Виктор, а можно я все-таки попрошу уточнить, что такое вот мы не понимаем, я не понимаю, что такое платные каналы, а что такое бесплатные каналы? Вот насколько... Но если вы не понимаете, вот, то я тем более... И в законопроекте это оговорено не точно. Да. Дело в том, что абсолютно все каналы, которые... Очень большой вопрос, да. Не эфирные, они являются платными таким образом. Да, то есть очень большой... Телеканал РБК с автоматическим самоплатным, но он не берет никаких денег с проведера... Смотрите, я... Смотрите, как я, например, видел некие каналы, которые шли одновременно как эфирные и, допустим, там, там, НТВ Плюс, да, платный. Да. То есть у них было совершенно разное рекламное наполнение. Например... Не-не-не, у нас есть еще время, мы... Да. Давайте закончим. Да, есть разные рекламные наполнения. То есть где-то, например, на платных каналах, которые были в НТВ Плюс, была разрешена реклама алкоголя, табака. А тот же самый программ, который шла в эфирном телевидении, там ее не было. То есть на самом деле разделение рекламы было. Так вот оппоненты говорят мне о чем? Что если я покупаю платный... Ну, то есть вот я плачу за НТВ Плюс. Я оплачиваю то, что я хочу видеть. Я не хочу там видеть рекламу. Почему мне ее навязывают? Правильно ли это или нет, вопрос второй. Но отказать им, в принципе, в том, что в этом есть какая-то логика, наверное, тоже нельзя. Вы согласны с этим или нет? Или вы считаете, что это неправильно? Например, далеко не во всех странах платные каналы имеют рекламу. Опять же, я не говорю, что я против этого или за. Но я просто говорю, что, наверное, какая-то аргументация должна быть. Моя аргументация была такая, что на платных каналах в первую очередь запретить то, что запрещено с точки зрения рекламы на эфирном телевидении. Она не прошла. Вот это то, что я буду пытаться сейчас доводить до руководства с точки зрения того, что я считаю, что это не совсем правильно. Точно так же, как и ограничение, снятие ограничений в 30%. Хотя, вот это, наверное, второй вопрос. 35%, если вы помните. Да, абсолютно верно. Это приведет к монополизации, собственно говоря, рекламного рынка абсолютно. А вот оппонентам мне говорят, что, опять же, за все время в тот же фаз, к которому я обращался, потому что это они, в принципе, были инициаторы этих 35%. Они мне объясняют, что 35% считалось не от телевидения или от радио. Они считались от всего. Скажите, а это приведет к, вот, законопроект в этом виде, к развитию рынка телевидения или к его монополизации и ухудшению качества? На мой взгляд, с точки зрения рекламы, когда мы говорим про 35%, скорее к монополизации. В том виде, в котором я это вижу. Я об этом тоже сейчас... С точки зрения качества российского телевидения и, в общем, свободы слова? С точки зрения свободы слова, вы сами сейчас ответили на свой вопрос, что платные каналы и эфирные каналы, они, в общем-то, сегодня очень как-то слабо разделены. Вопрос в том, насколько свободен канал, который и платный, и эфирный, если мы говорим про ваш телеканал. Возможно. Но реально можно говорить о том, что исчезнут каналы, которые не попадают в эфирное телевидение. Если мы говорим о том же, там, космос-твы... Виктор, но скажите, пожалуйста, вот вы мне обещаете, например, здесь в эфире то, что этот законопроект будет еще доработан, и вы внесете дополнительные поправки. Я правильно понимаю? Да, поскольку вы один из последних, я еще раз повторюсь, с кем я говорю на эту тему, потому что уже со всеми, и на дожде тоже. Я вам как одному из последних обещаю, что, естественно, я не просто буду, а я уже работаю над этими поправками, и очень надеюсь, что они в ближайшее время пройдут. Спасибо большое, Виктор. Это был Виктор Звагильский, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Это была программа «Деньги». Я Андрей Горянов. Всего вам доброго. Продолжение следует...